Привет всем неравническим К свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple Вы смотрите High Tech News Еженедельную информационно-развлекательную программу Из мира гаджетов, интернета и технологий Через призму самой фруктовой компании на планете Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске Самая дорогая компания в истории стала еще дороже В минувшее воскресенье акции Apple перевалили через рекордную отметку в 120 долларов за штуку Отныне рыночная капитализация фруктовой компании составляет почти 680 миллиардов долларов К слову, на втором месте разместилась Google Цифра у нее, конечно, поскромнее, но все же заметно больше, чем у любого нефтяного гиганта Вот вам и хай-тек индустрия Но хватит на этом о деньгах, переходим к техно-новостям за прошедшую неделю Поехали! Не хотите по-хорошему, будем по-плохому Компания Apple приостановила поставки продукции на территорию России По сообщениям осведомленных источников в розничных сетях, Apple временно приостановила поставки своей техники на территорию России По одной из версий, это связано с колебанием курса российской валюты В данный момент дистрибьюторы и реселлеры распродают то, что осталось у них на складах Официальной информации о причинах приостановки отгрузок iPhone и Mac в Россию пока нет По некоторым данным, из-за резкого повышения цен на продукцию снизилась покупательская активность В результате чего у Apple накопились излишки товара на складах нашей страны Напомню, что компания из Купертино уже дважды повышала цены в России после начала резкого падения курса рубля Планирует ли Apple пересматривать стоимость продукции с возобновлением отгрузок? Информации пока нет Но вот недавние слухи о том, что компания собирается поднять цены еще на 20% Как известно, оказались лишь уловкой очередного менеджера из розничной сети Грядут большие iPad'ы В сети появились новые данные, сообщающие о дизайне грядущего 12-дюймового iPad Pro Сетевые источники опубликовали фотографии чехла для планшета, который, как утверждается, представляет собой 12-дюймовый iPad Pro На снимке, якобы сделанном одним из сотрудников завода Foxconn и впоследствии обнародованном одним из интернет-ресурсов, демонстрируется чехол для нового iPad Аксессуар не закрывает технологические отверстия устройства, в том числе разъем для наушников, основную камеру, кнопки громкости и порт Lightning Также есть отверстие на боковой панели, которое свидетельствует о наличии нового, пока неизвестного элемента По одной из версий, здесь может быть расположен дополнительный Lightning, разъем для размещения планшета в горизонтальном положении Презентация устройства ориентировочно должна состояться весной 2015 года Данных о стоимости планшета пока нет Ну а о новостях на этом все, так что едем дальше Бесспорно, одним из ключевых нововведений iOS 8, которого так долго ждали пользователи яблочных девайсов, стала долгожданная поддержка клавиатур от сторонних разработчиков К слову, сегодня в рубрике «Секреты яблочных устройств» я решил не только рассказать о том, как работает столь долгожданная функция Но и заодно собрал пару интересных решений, которые лично мне показались наиболее качественными и, что самое главное, удобными в использовании Но, к слову, обо всем по порядку Начать, думаю, стоит с одного безспорно очень важного момента – это распространение На данный момент в магазине App Store, где, кстати, и находятся все клавиатуры, расширением пока отдельных секций не отводят, так что искать их приходится ручками, причем по каким-то конкретным названиям Как вы уже догадались, распространяются они в виде полноценных приложений, в отличие от того, что сегодня предлагает Google Play А все, что потребуется для их установки – это воспользоваться привычным алгоритмом добавления новой раскладки в настройках системы Идем в «Основные», пункт «Клавиатура», далее выбираем «Новые клавиатуры» и нажимаем на интересующее нас решение Ну а вот теперь, пожалуй, расскажу и о собственных фаворитах в среде сторонних клавиатур на платформе iOS 8 Лично мне наиболее интересными решениями показались Flexi – удобная клавиатура с поддержкой дополнительных жестов и предиктивного ввода на русском языке А также TouchPal Keyboard – решение, поддерживающее популярный сегодня формат ввода текста Swipe, а также огромное количество разнообразных тем К слову, стоит упомянуть о дополнительных плюсах вроде возможности настройки размера самой клавиатуры в случае с Flexi, а также возможности изменения ее цветового оформления Стоимость Flexi составляет 33 рубля, в то время как TouchPal распространяется абсолютно бесплатно Игровая вселенная Warhammer 40 тысяч все активнее перебирается на карманные платформы Стоит признать, что сегодня в мобильных сторах iOS и Android можно без труда насчитать пару, а то и тройку проектов из этой некогда сверхпопулярной игровой вселенной Ну а к слову, внеочередное пополнение в лице Space Wolf так и вообще можно назвать самым громким релизом минувшей недели, о котором, к слову, сейчас и расскажу Warhammer 40 тысяч Space Wolf по сути является собой органичную смесью двух игровых жанров Тактической пошаговой стратегии и коллекционной карточной игры Как ни крути, но несмотря на всю серьезность данного проекта, разработчики студии HeroCraft решили не заморачиваться сюжетом Добавив пару пустых полуобрубленных диалогов и переместив основной акцент непосредственно на геймплей Играя на стороне одной из трех воинствующих рас, вам предстоит бороться с противником, выстраивая своеобразную тактику действий на поле битвы Игроку стоит помнить, что для успешного выполнения миссий первоочередную роль будет играть четко обдуманная последовательность действий для каждого юнита в отряде бойцов Сколько действий потратить на перемещение, а сколько лучше приберечь для атаки Нельзя оставить без внимания и тот факт, что возглавляя отряд всего из трех бойцов, в большинстве случаев действительно придется пораскинуть мозгами над тактикой боя В силу заметно превосходящей численности войск противника Подводя итог, скажу, что фанаты пошаговых стратегий и в том числе вселенной Warhammer 40 000 определенно должны оценить данную игру К слову, она распространяется в App Store абсолютно бесплатно, причем является эксклюзивом платформы iOS Пожалуй, сложно не признать того факта, что современные мобильные гаджеты стали вполне удобными и мощными инструментами Способными местами дать фору не только большим стационарным компьютерам, но и, скажем, обычным ноутбукам Именно мобильность делает современные девайсы ультимейт-устройствами, в том числе и в рабочей сфере, например, обработке фотографий Так, стараясь не упускать из внимания потенциал современных планшетов, разработчики команды Pixelmator Team не упустили возможности представить собственное мощное решение в лице одноименного графического редактора Если вас вдруг не покидает ощущение дежавю, то это неспроста По своей сути, Pixelmator для iPad является ничем иным, как мобильной версией одноименного фоторедактора, некогда ставшего настоящим бестселлером на компьютерах Mac Взяв все самое лучшее от десктопного аппарата, разработчики сумели создать быстрый, удобный и, что самое главное, довольно мощный инструмент для обработки графики, который вполне подойдет нетребовательным пользователям Простота интерфейса скрывает большое количество интересных функций, вполне способных заставить раз и навсегда забыть о куче лишнего бестолкового софта Программа позволит пользователю создавать коллажи или открытки, писать картины, используя мощные инструменты для рисования, а также заниматься непосредственно редактированием снимков Например, редуширование позволит с легкостью избавиться от лишних объектов в кадре, поиграться с оттенками изображения, подстроив насыщенность, контраст и яркость А в завершении позволит наложить на фотографию симпатичный фильтр или красивый эффект, а также добавить текст или фигуру, если это необходимо На минувшей неделе подошла к концу выставка Consumer Electronics Show 2015 Ежегодная технологическая конференция, которая традиционно проводится в Лас-Вегасе еще с 1967 года На эту выставку производители пользовательской электроники тянутся буквально со всего мира с целью и себя показать, и на других посмотреть Но, к слову, если изначально на CES готов это к до 90-х демонстрировали в основном видеомагнитофоны, оптические диски и какие-нибудь видеокамеры То вот со временем арсенал хай-тек новшеств ощутимо вырос Так что сегодня не упущу возможности рассказать вам о самых необычных и инновационных новинках CES 2015 Погнали! Концептами транспортных средств, которые управлялись бы при помощи системы автопилотирования, вряд ли кого-то удивишь в 2015 В прибывшей в Лас-Вегас роботизированной модели Mercedes F015 Luxury in Motion передовые компьютерные системы беспилотной навигации сочетаются с футуристическим дизайном Проектировщики данного авто сделали упор прежде всего на экологический аспект и зеленую составляющую своего творения Производитель обещает, что автомобиль, за динамику которого отвечает силовая установка на водородных топливных элементах и электромотор, сможет разогнаться до 100 км в час за 6,7 секунды Ответственность за контроль движения роботизированного автомобиля полностью возложена на бортовую систему В то время как пассажиры могут развернуть кресла друг к другу и проводить время за беседой или же воспользоваться мультимедийными возможностями Последних, к слову, здесь предостаточно Интерьер концепт-кара просто напичкан всевозможными дисплеями и сенсорными панелями Идея объединить воедино персонального тренера и систему, которая бы следила за состоянием вашего организма, пришла в голову специалистам компании Braggie Но для этого они воспользовались не концепцией, носимых на запястье гаджетов, на которые необходимо постоянно отвлекать свое внимание, а реализовали необходимый функционал в беспроводных наушниках Разработка компании станет компактным и удобным аудиоплеером с 4 гигабайтами встроенной памяти, который получит встроенный датчик мониторинга сердечного ритма, температуры тела и пульсометр Также устройство получит систему отслеживания уровня насыщения крови кислородом Dash также может взять на себя контроль беспроводной гарнитуры для совершения телефонных звонков А победителем в категории «Лучшие мобильные устройства» стал Android-планшет Dell Venue 8-7000 и главная тому причина характеристики планшета Минимальная среди всех существующих сегодня устройств толщина корпуса 6 мм Стильный дизайн с ультратонкими рамками как слева и справа от дисплея, так и над ним Масса всего 305 грамм, а также 8,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2560 на 1600 пикселей Мультикамера с поддержкой технологии Intel RealSense, позволяющая управлять устройством при помощи жестов Четырехъядерный процессор Intel Atom с частотой 2,3 ГГц в паре с двумя гигабайтами оперативной памяти На этом все, с вами была еженедельная программа из мира высоких технологий Hi-Tech News Напомню, зовут меня Сергей и прежде чем попрощаться, напомню, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе Вы можете оставлять на сайте телекомпании Город Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за наш проект Ну а вот теперь уж точно, до скорого, пока! Субтитры сделал DimaTorzok